МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанкоу. Завышение объема у выкананных работ, замороженные объекты и необгрунтованные выплаты, факты недобросумленного выкананья, державные программы по операдольвании наступства у катастрофы на ЧАЭС проанализовали на коллегию Гомеле. Ёлка запаливая огни, сёння наголовная ёлцы региона дали старт новогодним мероприемствам. А зараз обгэта миншым больш падрабязна. У рамках работы информационно-пропагандистской группы первый намесник керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанкоу сёння наведал Добруш. Центральное место у программе поездки отведено наведыванию паперовой фабрики Герой працы и сустречусь з яе коллективом. Об чим ишла размова ведают наши корреспонденты. Добрушская паперовая фабрика Герой працы – одно из наистарейших промысловых предприемств в Гомельской області. Яго гісторая налішывая амаль полтора ста годзя. Максиму Рыжанкову паказываюць абсталяванні, якое працую ўжо 120 гаду. Дарэчы, с часам на базі фабрики можа быць адкрыты Республіканскі музей вытворчасті паперы и друкавання. Такі ідеи агучаны падчас візіту. Аля пакулю предприемства крыху іншые клопаты. Яшо в 2015-м тут павінна была завершацца реалізація інвістыційнага праэкта па тэхнічным пераоснашчані. Але до гэтага часу на новым заводзі не выкананы ўсе пусконаладачныі работы. Міштым новая вытворчаць патрабоя знашных затрат на тое шацяпління, што не прадуглечана ніякими нормативами. Як вынік зніжэння рэнтабільнасті вырабляемай прадукція і немагшымасть росту зарплаты. При тим, що спеціалісты необхідні кваліфікацію добруші подрихтовані. Фабріка на сьогоднішній день практично укомплектована і до нового производства. Для нового производства ми провели обучення на рабочих містах, ми провели обучення Белорусському хозударському технологічному університеті і Республіканському центру нашого концерна «Белолісбомпром» Бобруйський. Людей на запуск производства і на перше время работы ми обеспечимо. Паша Сустреже з колективом фабрики «Герой праці» перші намісні кероніка адміністрації президента Максим Рыжанкоў закранай пытання, які хвалююць ўсіх – занятость, рост цен, якась дарох. У любым районі ёсць пытання, які нельга вырошить толькі на узройню місовый вертыкалі. А тому Максим Рыжанкоў пропонує не просто обмерковаць гэтай темы, але і выказываць своя кропкі глежання на шляхі вырошэні існуюшых проблем. Што тычыцца далейшы галёсу паперовой фабракі, то без допамоги республіканских структур тут явно не абыстіся. Пакуль жана прадпраемстве распрацаваны бізнес-плана. Наступный год без уліку махчымыстю новой вытворчасті. Дарэчы па прычыні зрыва ў замежными падрачаками термінау реалізація инвестпраэкта, прадпраемства недоатрымала каля 24 мільйонів долараўчыстага прабытку летос і прикладна 60 мільйонів сёліта. Ми не можем себе позволити, да і любой государство не може себе позволити таких напрасних трат тогда, коли буквально осталось делать какой-то шажок і получать на выходе высококлассну продукцію, на которой уже сегодня практически выстроилась очередь за периметром нашей границы на её получение. А кроме того, ми должны очень быстро работать сегодня і потому, що, собственно говоря, такі производства где-то тоже создаються. И мы должны быть первыми в нашем регіоне, щоб застолбить за собой і рынки збыта, і застолбить за собой конкретних поставчіков і покупателі, значит, этой продукції. Ну, ниши заполніть, щоб потом уже, кто придёт следующий на этот рынок, им будет уже тяжелее. Олег Сентюрул, Настасья Кучынская, Ігор Марышенко. Отели радуя компания «Гомельс Добруша». Сёння ж перша намеснік керівника администрації президента Республіки Беларусь Максим Рыжанко принял у делу открытию Добруши міжнародного турніра по мини-футболі. У гэтым годзі з паборніствы проходять у 21-й раз. Міжнародный турнір просвеченный пам'яті у Владимира Рыжанкова, даречі, батьки Максима Рыжанкова. У радженец Добруша у 1990-м годзі занял посаду старшині Камітета фізичной культуры і спорту Беларуська СССР з 1995-го узначальва у Міністерства спорту і туризму Республіки Беларусь. А прачатаго у Владимир Рыжанков был першим президентом Национального олімпійського комітета Беларусі. У гэтым годзі у делу міжнародным турніры по мини-футболі приймаюць команды з Гомеля і Гомельського района, Добруша, Бранська і Чарнігава. Гэтые споборніствы з'являюцца знакавымі не толькі для регіона. Да у делу ў їх спортсмены рыхтуюцца метана Кіравана, а отриманы узнагороды ліччацца прэстыжными. Вокруг турніра ўже образавалась целая плеяда молодых тренеров, молодых спортсменов, которые знают об этом турніре и стремятся поучаствовать в этом турніре. Формирують команды специально под этот турнір и приїжджають. Выбары повинны прайсці з максимальной адкрытасцю і альтернатывай. Ужо зараз на першых этапах выборов бачна, што гэта кампанія привядзе до з'явлення новых асоб ў палітыцы. Такое меркавання выказала сёння журналистам, старшыня Центрвыбаркама Беларусі Лідія Ярмошына. Яна правяла чарговы сімярв учобу с керавніками і організаторами кампании па выбарах депутатов Мясовых саветаў у Гродня. Керавнік Центрвыбаркама падкрэслила, што скаргаў у ЦВК практична нема. Зафіксаваны толькі адзін зворот з Брэскай в області, які датычыўся фарміравання выбарчай комісіў. У ближайший час падобныя семінары пройдуць ў Могилёвскай і Гомільскай абластях. Нераціональна расходывання бюджэтных сродкаў, паслаблены радаційны контроль за адрыманнай на забруджэных тэрыторіях сельска господарчай продукцыі і недахопы ў організаціі харчавання школьнікаў. Сёня ў Гомілі прайшло сумесная пасяджэння калегі і прокуратуры Гомільскай в області і Камітэта дзержавнага контролю, на які магучаны факты недобросумленнага выкананні дзержавны праграмы па аперадольвай ненаступства ў Чарнобыльскай катастрофы. Олег Сенцеров с падрабязнастями. Дзержавны намер, палепшыць якась пятной воды і побудаваць очищаўне збудавання, але ўсё скончыласе, толькі проектныя документациў, яку ўтепер необходна перерабляця гэта дадатковае затраты. Пачас пасажэння сумесной калегі і агучаўі садичбэ, ў 2011-м затраты на выраппроекту склали 7 тысяч рублёв. Тепер для ўго карректеровкі необходны ўсше 10 тысяч. Более того, при возможности продления срока заключения госстроэкспертизы заказчик, это Гжупветковская, за этим даже не обращался. То есть можно было в 2014-м году продлить ещё на какое-то время сроки действия этих проектов, но этого сделано не было. Сегодня они, естественно, либо подлежат корректировке, либо необходимо разрабатывать новые проекты на эти объекты. Завышение объёма выконанных работ, замороженные объекты и не обгрунтованная выплаты допомог. Это только некоторые порушения, допущенные при реализации Державной Чарнобырской программы. Причем факты немэтового расходування сродков выявляются на розных узронях, у некоторых школах Хонницкого и Рогачёвского районов работники столовых экономили нават на дитячем харчаванне. Не соблюдались утверждённые меню, занижались выходы порций, не соблюдались нормы питания учащихся. Что отличается продуктов харчаванне, то тут заувах увогу лишь мат. По-перше, означается недостатковый контроль за дарами лесу сбоку населенства, при том, что всё это, то есть забруженные грибы, означались она вот у районах, які лечились односночистыми. А про чатаго, есть факты поставок непроверанной продукции сельскохосподаршими предприемствами. До того ж, у некоторых господарках явно не экономить сродки, які выдатковываются для набыття тых же удобренью. Выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств, направляемых на защитные меры в сельском хозяйстве. Это и закупка минеральных удобрений в количестве большим, чем необходимо. Но, со своей стороны, мы отмечаем, что те минеральные удобрения, которые закупаются за счёт средств, направляемых на реализацию государственной программы, они зачастую не сохраняются в том качестве, в котором они должны быть. Головная мета совместной коллегии, прокуратуры и комитета державного контроля повышения эффективности державной чарнобырской программы о рейсе размолы и деп, в окрестании бюджетных сродков, причем у ведьмы значных по мирах. У суместном решении, принятым областной прокуратурой и комитетом державного контроля у Гомельской области, некаких важных пунктов. По-перше, особые, виноваты в нерациональном расходовании бюджетных сродков, повинны ликвидовать страты нанесенной державе. Узместняется контроль по криминальных справах, узбудженных по вынеках проверки реализации державной чарнобырской программы. А прощатого, умыток удосконаливания законодавства, информация об усих проблемных пытаниях, будя накирована у Генеральную прокуратуру, а так само Гомельский Абл-Выконкам и областный совет депутатов. Олег Сенчаров, Валерий Гипанько, телерада компания Гомель. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаннями до керавництва в области и города Гомеля. 16-го Снежне промою линию проведе старшиня гомельского Абл-Выконкама Владимир Андреевич Дворник. Нумер телефона 33 12 37. У городским выканавчим комитете «Звороты гомельчан» выслухает старшиня Гарвыконкама Петр Алексеевич Кирыченко. Нумер телефона 75 19 84. На совязи у гэты день будуть и керавники администрации города. Час працы промыхлений с 9 до 12 годин. БРСМ подтримая любые инициативы, накированные на популяризацию здорового ладу життя и спорту серот молодзи. Аб гэтым ишла размова под час открытого диалогу, який отбывся у Гомелі. У делу им принял намесник старшиня постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу, Республики Беларусь по адукации, навуции, культуры и социальном развитии. Первый секретарь Республиканской молодежной организации Андрей Беляков. Одна из таких инициатив открытие по всей краине Тата Залау. Гэтый проект з'явился у Гомелі дяка уча Совету батьков города и набыл популярность. Месцы, где батьки могут с корыстю бавить час разом со своими детьми, есть не только в областном центре. БРСМ готовы допомагать у поширенней сетки Тата Залау по всей Беларуси. Тем больше, что гэтый проект шмат баковым. Когда собираются десятки увлеченных отцов и проводят время со своими детьми, ну как, что может быть лучше, чем собственным примером показать ребенку, что такое спорт, что такое активный образ жизни, что такое семья. Почас открытого диалога удельники, среди которых у Тымлику были и ведомые спортсмены, обмерковали питанье популяризации принципов здорового ладу життя сирот молодежи. Головный приз конкурсу «Лепшая молодая семья Гомельщины» отправился в Речицкий район. Его представники Дмитрий и Ирина Новиковы стали переможцами областного конкурса. За творчими баталиями сочили наши коллеги со Светлогорском. За гоноровый титул взмагались семь семьев. Михаил и Алина Жаркины из Чачерского района, Дмитрий и Ирина Новиковы из Речицкого, из Мазырского Игорь и Галина Страх, Новобелецкий район города Гомеля представляли у Владислав и Юлия Шишигины, Гомельский, Максим и Катерина Одинцовы, Советский район Александр и Евгения Сорокины. От Светлогорска на конкурсе выступали Александр и Алена Чугай. У заключенном этапе конкурса претендентов на перемогу чекали усяго два выпробований. «Мы самая классная семья» – так называлась «визитная картка». Конкурсанты у творчей форме доказывали журы и глядашам, что минавито яны – самые классные, сгуртованные, у Вогуле – лепшие семьи в области. «Как символ башбачки о первом шаге, который так с трудом давался, пусть тоже в сундучке хранятся, быть может, внукам пригодятся». Традиции семьи и родного региону, захоплений и таленты у самопрезентации удельники поспробовали максимально рассказать про себя. Другий конкурс, и он же финальный, был прозванный раскрыть увесь творчий потенциал удельников. И он так и назывался «самейные таленты». Семьи повинны были подрестовать выступления у любым жанры, як кажуть, что ближе и по духу. Як оказалось, диапазон захоплений у конкурсантов довольно широкий. Семьи годно пройшли усевые пробования, настал час судьям обвестить переможцам. По выниках конкурсу «Третье место» и грошовый приз 620 рублев отрымала семья Шишигины из Новобелецкого района Гомеля. Светлогорская семья Чугай была узнагороджена дипломом другой ступени и сертификатом на 710 рублев. Головный титул «Лепшая молодая семья Гомельщины» и приз 800 рублев завоевали Новиковы Заречицкого района. Сёння заискрылась огнями головная ёлка в области. На площади Ленина, где находится новогодняя прихожунья, пройшла акция «Запаливаем ёлку разом». Масштабное мероприемство стало своей особливой кропкой от лику массовых святочных гуляннях. Гастей свято сустрели персонажи мультфильмов и галовные герои «Снежня» Дед Мороз и Снегурка. Не обышлося и без символов на доходящего года «Собак розных пород». Удельники акции окунулися в атмосферу свято, зародилися позитивными эмоциями, отчули наближение Нового года. Организаторы подрыхтовали конкурсную программу, выступление аниматоров, театрализованное представление. А кроме того, был обвешан новогодний фотоконкурс. Чтобы стать его отделником, необходимо сделать фото с дымом побольше с галовной елкой и разместить его в специальной группе ВКонтакте. И хоть покольно двор ей не сприяя перед новогоднему настрою, это не вплывая на позитивные эмоции, которые в этот вечер пановали у гамельчан. Сегодня произошел знаменательный день. В городе Гомеле зажглась главная елка. Было очень интересно и захватывающе. Настроение очень хорошее, все замечательно. Жду подарка, когда мне прийти, вот Дед Мороз. На площади так само разместились шматлики гульневые пляцовки. До речи, с 25-го снежня. Тут распочнется серая святошных мероприемств. Они будут проходить с 15 до 21 по 7-е студене. Шмат сюрпризы организаторы обещают новогоднюю ночь. Святочное оформление площади Ленина захавается до 15-го студеня. Гэты, а так само иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Максим Савин.